Уже через несколько дней завершатся спортивные состязания праздника Севера. Впереди финальный аккорд, самые зрелищные соревнования, лыжные гонки, марафон, гонки на оленьих упряжках. И, конечно, торжественное закрытие одного из самых массовых спортивных событий Заполярья. Несмотря на то, что гонки на оленьих упряжках в этом году были под угрозой срыва из-за малоснежной зимы, весна внесла в расписание спортивных праздников свои поправки. Олени с их хозяевами в Мурманск все же приедут. А значит, в рамках праздника Севера пройдут и традиционные саамские соревнования. В том числе и метание аркана на хорей, и буксировка лыжника за оленем, и соревнования на кирежах, санях для езды на оленях. Начнутся состязания с участием благородных северных животных в 11 утра 5 апреля и в 12 – 6. Ну а самым массовым соревнованием традиционно станет лыжный марафон, который тоже пройдет 6 числа этого месяца. Мы приглашаем всех прийти уже в 10 часов, потому что с 10 часов до начала старта, который будет дан в 11 часов, для вас уже будет организована и выездная торговля, будет организован некий детский уголок, где будут установлены детские аттракционы. Мы оформили необычно в этом году долину. Она будет представлять собой несколько, можно сказать, импровизированную такую саамскую деревню, чтобы придать такой северный колорит непосредственно мурманскому марафону. В этом году организаторы ожидают, что пройти 50-километровую трассу захотят около 1400 человек. Такое количество специальных маек с номерами уже приготовили сотрудники спорткомитета Мурманской области. А чтобы зрители не мерзли без дела, дожидаясь завершения забега, и была организована саамская деревня. Мы позаботились о том, чтобы были установлены куваксы. В одном из куваксов будет находиться даже настоящий шаман. Также вы будете ознакомлены с особенностями национальной культуры саамского народа. Будет возможность сфотографироваться и с оленей красивой упряжкой, которая будет оформлена очень красиво. А 3 апреля в 14.00 в педагогическом колледже пройдет специальный урок с участием дважды олимпийского чемпиона, биатлонистки Анны Богалей. Юным спортсменам расскажут про историю Олимпиады. После чего все желающие смогут пообщаться с известной спортсменкой, которая, кстати, свою карьеру начинала в Заполярье. Вчера мы ездили к Алёше, смотрели, тоже сына возила. И по долине уюта гуляем, и вообще на лыжах каталась в понедельник. Как будто возвращаешься в детство, и сколько тут было набега, на какие эмоции, по трассам ходишь. А уже в 14.00 6 апреля начнутся церемонии награждения победителей и призеров спортивных состязаний праздника Севера. Они будут чередоваться с выступлениями творческих коллективов до 6 вечера, после чего будут подведены итоги праздника Севера и пройдет церемония его закрытия.